Салют. Очень скользкая тема сегодня у нас, ибо затрагивает политику. Чем отравили Навального? Но с другой стороны, это максимально сильно затрагивает тематику моего канала. Я постоянно вам рассказываю о возможных летальных факторах в космосе, на других планетах от ядов змей и от различного оружия. И как раз таки в ролике про оружие был момент. Человек может корчиться в муках часами перед смертью, или может остаться инвалидом по самым разным причинам. Про химическое оружие вообще можно сделать отдельный ролик. Это страшная и одновременно страшно интересная штука. Вот вам и повод поговорить об этом. Максимально абстрагируемся от предвзятости и будем говорить фактами. Что вкратце случилось? В самолете человек начинает плохо чувствовать себя. Падает без сознания, громко мычит или кричит. На самом деле чем-то похоже на то, как человек мычит после наркоза для операции. Резкость произошедшего и мычание-крик важный момент. Запомните его. Далее человека везут в больницу, где уже по пути врачи говорят, что это отравление. Поэтому его собственно и везут в токсикологию, а не эндокринологию или травму, например. Затем наш персонаж впадает в кому. Немного непонятно, сам он в нее изначально попал или его все-таки искусственно туда ввели, но в любом случае затем и по сей день ее будут поддерживать искусственно. Это нужно, чтобы замедлить метаболизм головного мозга. Собственное дыхание остановилось и можно было подключить человека к искусственной вентиляции легких. Человек не страдает, за него дышат и параллельно уничтожают причину болезни. Затем введение препаратов прекращается и пациент просыпается. Однако отравления в больнице не подтверждают, а диагнозом становится нарушение углеводного обмена. Это не обязательно диабет, но в том числе и он. Вкратце, у человека нет топлива в крови, сахара. Положить ему конфету под язык и он очнется. Если это был бы диабет, больной или его окружение, давно бы заметили, что с организмом что-то не так. По типу сильной, постоянной жажды, из-за чего постоянно приходится ходить в туалет и большого желания постоянно есть на фоне похудения, так как сахар просто не может усвоиться и плавать в крови. И вот если все это не замечать, то можно довести себя аж до комы. Но это происходит постепенно, без всяких криков. У больного будет характерный запах изо рта. Ну и в конце концов, взяв каплю крови, глюкометр вам через секунду покажет сильное повышение в ней сахара. Все это диагностируется специалистами на раз-два. В течение, ну если не минут, то пары часов. Почему нашего персонажа держали два дня в больнице, поставили нарушение углеводного обмена, но так и не сказали, какой у него уровень сахара? Это, конечно, вопрос очень интересный, хотя и простой. Далее нашего пациента перевозят в Германию, где примерно за те же два дня ставят другой диагноз – отравление ингибиторами холинэстеразы, что подтверждено многочисленными тестами в независимых лабораториях. Сейчас лечат атропином. Предлагаю разобраться, что это все значит, ибо у нас канал именно об этом, и откуда вы это все уже и так знаете. Особенно, если смотрели мой ролик про яды змей. Опять же вкратце, многие думают, что наши нервы как провода, по ним течет ток, импульс и как бы все. Но суть в том, что регулирует эти импульсы между нейронами химия. Один из важных регуляторов называется ацетилхолин. Когда импульс надо передать с первого нерва на второй, первый выделяет этот ацетилхолин, второй его чувствует и проводит импульс дальше. Но нам же нужен короткий импульс – вдохнуть, чтоб, например. Соответственно, его передачу надо прекратить. Для этого нужно вещество, которое разрушает ацетилхолин. Оно называется ацетилхолинэстераза. Ну а теперь ситуация. Мы с вами ингибируем, то есть выключаем ацетилхолинэстеразу. Ацетилхолин остается между нервными клетками. Импульс становится постоянным и мышцами невозможно управлять. Именно это и делают ингибиторы ацетилхолинэстеразы, которые нашли в анализах Навального. Проблема с ними в том, что их действия постоянно. То есть организм не может сам взять и очистить сломанную ацетилхолинэстеразу. Ну и соответственно весь организм дико сбоит. Начиная от того, что не могут работать глаза и заканчивая походом в туалет. Но самое главное, естественно, это проблемы с сердцем и дыханием, что и убивает человека. Поэтому Навального и начали лечить пока что атропином. Это вещество очень похоже на ацетилхолин, из-за чего тоже может присоединяться ко второму нерву. Но оно не возбуждает второй нерв, то есть не дает импульсу пройти дальше. Ну и нужны антидоты. То, что уберет из организма сломанную ацетилхолинэстеразу, либо запустит быструю выработку новой, рабочей. Откуда вы могли слышать об этих вещах? Как я уже упоминал про змей, половина их ядов основана практически на точно таком же эффекте. А вторая, максимально близкая вещь у вас на слуху. Это дихлофос. Шняга от насекомых. Инсектициды. В 1934 году их разработкой занимался немецкий химик Герхард Шреддер. Вещества, обладающие нервно-паралитическими свойствами для насекомых. Намешав всякой дряни, он создал этиловый эфир диметиламида цианофосфорной кислоты. Вещество великолепно проявило себя и уничтожило всех подопытных вшей. Ну, прям, ну, то есть выделялось. И этой субстанции дали название табун. Для примера. Когда Шреддер работал над ним, он случайно вылил буквально капельку на лабораторный стол. Но уже через пару минут они с ассистентом увидели, что их зрачки широко раскрыты, кружится голова и тяжело дышать. На выздоровление потребовалось три недели. По закону такие вещества в Германии было обязательно предоставлять правительству. Мало ли из этого получится хорошее оружие. Поэтому Шреддеру платят 50 тысяч марок за открытие и вербуют. Табун в 1942 поставят на производство и накопят несколько тысяч тонн к концу войны. Но разработки продолжались. И в 1938 Шреддер вместе с другими учеными по именам Амбрас, Рюдигер и Вандерлинде разрабатывают вещество в 10 раз смертельней. Его называют по именам букв их имен. Зарин. Затем разрабатываются еще чуть смертельные и, главное, куда более стойкие. Заман и циклозарин. Ну и самое мощное вещество было изобретено точно также в Великобритании. Пестицид, который оказался слишком хорош для насекомых. Вещество назвали VX. Яды крайне мощные. В том плане, что их нужно ужасающе малое количество для смерти. Сама жидкость без цвета и запаха. Великолепно растворяется в воде и других растворителях. Поэтому если вам подмешают такое в чай, вы никогда этого даже и не распробуйте. Да и попасть оно может в организм как угодно. Вдохнуть испарение вещества, аэрозоль, выпить, попасть на слизистую или даже кожу. Ну и сейчас есть этакий полумистификационный яд новичок, который уже начинают приписывать к этому делу. Но чтобы передать его суть, нужно пояснить, что конкретно в боевых действиях отравляющие вещества показали себя не самыми эффективными. Все зависит от погоды, ветра, всегда может подуть в вашу сторону. Они могут оставаться какое-то время на поле боя и можно самим травануться. Ну и естественно, содержать такие склады крайне сложно. Зайти можно только в полном костюме. Ну мало ли там какая-то утечка. Есть даже архивные фотки, где человек вот вынужден одеться полностью в костюм и ходить с кроликом. Если он жив, то, как вы понимаете, все в порядке. А если нет, дело пахнет кир... А ничем не пахнет, я даже без запаха. Самое главное то, что оружие оказалось менее эффективным, чем какая-нибудь банальная артиллерия с ракетами. Но есть и еще один момент. Оно очень болезненное. Но это реально муки, страдания, лишние и никому не нужные. Зачем? А потому страны подписывают договор об уничтожении всей этой химии. Россия и США накопили, естественно, больше всех. Настолько много, что на уничтожение всех этих запасов нам понадобилось 20 лет. А то и больше. Мы якобы сделали это в 2017. А США все еще не успевает и обещается доделать проект к 2023. То есть суть в том, что как оружие массового поражения от него отказались. Но чисто вот в теории штука-то удобная. Поэтому разработки по улучшению и созданию своей химии проводились и в Советском Союзе. И якобы под прикрытием того, что это новые вещества, а не старые, которые нужно уничтожить. И вообще это мы пестициды разрабатываем обычные, вот инсектициды насекомых травить. В общем, в любом случае, якобы разрабатывается группа веществ, которые назвали новичок. И главная сложность с ними в том, что про них ничего не известно. Было буквально три личности в 90-х, которые были связаны с разработкой этих веществ и потом как-то выступали с заявлениями о существовании этих ядов. Собственно, это по большому счету все. Никаких официальных данных или дополнительных новых не появилось. Однако сомневаться в существовании этого оружия, я думаю, не стоит. И наши периодически оговаривались о том, что уничтожили все химическое оружие, в том числе новичка. И другие страны в целом признают, что оно есть и могут идентифицировать новичков. Возможно, они и сами могут синтезировать их. Но инфы-то никакой нет, поэтому вокруг яда ходят в основном догадки, основанные на паре старинных утечек. Но есть главные вещи, которые ему приписывают. Например, двухкомпонентность. Наверняка вы видели, как две жидкости смешивают и получается бомба или типа того. Здесь тоже, что удобно. Пока не смешаешь, самому сложнее отравиться, а другим сложнее обнаружить это вещество. Следующее, о чем говорят, что это самая смертельная вещь, сильнее самого токсичного викс в 10 раз и гораздо дольше стоит, чем заман. Ну и самое неприятное, о чем говорят, про отдаленные последствия. То есть от веществ попроще ты можешь получить урон и как-никак но восстановиться. А здесь даже если выжил, урон нервной системе будет непоправимый. Одно из последних крупных дел, где все уверены, что отравление было совершено этим ядом, было покушение на Скрипаля. Наверняка вы слышали эту историю про двойного агента и все такое. Он вместе с дочерью подверглись такому отравлению и выжили. Выздоровели. Но вроде как, реально, его здоровье уже не то, что прежде и в 2019-м была новость, что ему все еще приходится лечиться. А потому сейчас есть опасения, что яд, обнаруженный в крови Навального, идентифицируют как новичка. И человек может просто-напросто выбыть из политической игры нашей страны. А что считаете вы? Пишите в комментариях.